Вячеслав Домбровский выходит к нам на прямую связь. Говорим мы сегодня о том, что в России и о том, что в Латвии в том числе, но вот вы в Сейме проголосовали за принятие резолюции по Навальному, насколько мы знаем. Вообще, на ваш взгляд, это реакция западных стран, в том числе и Латвии. Насколько можно ее назвать эффективной, насколько она может вообще повлиять на какую-то нынешнюю российскую действительность? Знаете, я придерживаюсь взгляда, который, как говорят, приписывает, если не ошибаюсь, Нао Дзидону. У него как-то один американский журналист ему задал такой вопрос. Скажите, пожалуйста, тут мы говорим о когда-то было в 20 веке, почему так, когда очередная, скажем, страна в Южной Америке объявляет о том, что она собирается встать на путь коммунизма, почему Советский Союз посылает туда деньги, помощь, оружие, военных советников, а вы, Китай, может быть, только такое хорошее письмо напишите. На что ответ был дан таков, что я верю в то, что каждый народ должен сам создать свою судьбу. Ни в коем случае ему ни его, ни свобода, ни другой политический режим нельзя приносить на блюдечки. Иначе это будет, так сказать, не свое, не завоеванное и долго оно не продержится. Поэтому, ответил Мао Дзидон, если кто-то хочет у себя построить коммунизм, то мы отправим ему хорошее письмо поддержки, мы можем устроить у себя демонстрации в поддержке, но мы не будем оказывать никакую реальную, ни финансовую, ни военную помощь. Поэтому в данном случае, ну, мне, естественно, как самому в латвийской политической системе, человеку, который добровольно вошел в оппозицию, а у нас в Латвии оппозиция, она является, большая часть является, так сказать, вечной по такому неписанному закону, ну, естественно, мне бы не выдержать поддержку тому, как тем оппозиционерам в других странах, с которыми обращаются, ну, я думаю, совершенно несоизмеримо хуже, чем, что это значит быть оппозиционером в Латвии. Так что я считаю, что наш, если уж у нас есть демократические ценности, естественно, что наш долг быть последовательными в том, что мы их озвучиваем и мы сами их следуем, но я очертил бы линию между этим и вмешательством в дела других стран. То есть, да, я считаю, что Европа вполне, и другие страны мира вполне правомочны определить индивидуальные санкции в отношении тех лиц, которые, как по аналогии с актом Магнитского, которые прямо участвуют в нарушении прав человека. То есть, если уже не делают такой выбор, то, ну, скажем, было бы странным, если бы им давалась возможность или посылать своих детей учиться в тех же европейских странах или самим покупать там дачи, дома или другую недвижимость, но я бы, я не выступаю за то, вернее, я даже выступаю против того, чтобы странам Запада прямо вмешиваться в то, что происходит в России, то есть принципиально. В случае с Россией, я думаю, что это окажет прямо противоположное воздействие. Мы так давно видели о том, как в американской внутренней политике разыгрывалась карта внешнего вмешательства, где многие американские политики заявляли о том, что Трамп почти что является агентом российского влияния. То есть мы видели, насколько деструктивно, я думаю, в том числе для самого Трампа, для американской внутренней политики были такие обвинения. Поэтому я думаю, что если европейские страны, Запад, чем больше он будет давать почву и обоснования для того, чтобы обвинять Алексея Навального в том, что он является каким-то западным агентом влияния, тем более медвежью услугу они окажут и самому Алексею Навальному, и всему движению политической оппозиции в России. Ну вот заявление Марии Захаровой, официального представителя МИД России, она сказала, что политической акцией и даже вмешательством назвала присутствие западных дипломатов на суде над Навальным. Можно ли это назвать вмешательством в суберенные дела государства? Ну, вы знаете, если бы в латвийском суде присутствовали дипломаты другого государства, скажем, российского государства, ну я бы, наверное, это даже не заметил, не обратил бы внимания. Что касается чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Латвии, изначально задумывалось, что он должен был пройти в Риге и Минске, потом все-таки в свете последних событий в Республике Беларусь приняли такое решение. И вот, кстати, здесь очень противоречивые оценки приходится слышать. С одной стороны, здорово, что Рига проведет чемпионат мира, с другой стороны, в период пандемии, когда, как сказал премьер-министр Кришнин Скарин, что трибуны будут незаполнены, все будут проходить в таком усещённом режиме, то, в общем-то, Латвия только потеряет и не приобретёт. Вот на ваш взгляд, насколько с экономической точки зрения может быть выгодно проведение чемпионата мира в Риге в этих условиях? Если бы это было в нормальных условиях, я был бы двумя руками за. Потому что практика показывает, что такие проведения чемпионата мира – это не только спортивное событие, но и у этого есть большая экономическая выгода. То есть, например, в 2014 году белорусам он стоил, я сейчас боюсь ошибиться в цифрах, но, возможно, около 12 миллионов евро стоил. И они из продажи билетов только выручили больше, чем эта сумма, если не ошибаюсь, около 14-15 миллионов евро. То есть, не считая доходов от того, что это привлекает туристов, способствует туристическому сектору и так далее. Вот, например, датчане подсчитали, что вот именно от привлечения туристов экономика у них выиграла еще 100 миллионов. Но я подчеркну, это тогда, когда есть зарубежные гости, когда идет продажа билетов, люди останавливаются в гостиницах, едят в ресторанах и так далее. Если уже у нас будет чемпионат без гостей, то, естественно, что ничего, никаких этих доходов нет. И есть только расходы. То есть, мне пока непонятно, какую часть расходов на себя берет хоккейная федерация, то есть, ну, совершенно ясно, что как минимум 3 миллиона потратит наше правительство, причем на мероприятие такого временного характера, то есть, на месте футбольной арены сделать хоккейную, потом обратно сделать ее снова футбольной, то есть, ну, ясно, что деньги, скажем, будут не очень долгосрочно вложены, назовем это так. То есть, поэтому в такой ситуации, с экономической точки зрения, я считаю, что, ну, скажем, достоинство, смысл проведения чемпионата, ну, он сомнительный. Он, собственно, требует гораздо более серьезного анализа, чем, похоже, провело наше правительство. То есть, на ваш взгляд, это будет убыточное мероприятие для Латвии в контексте кризиса, экономической обстановки? Или так пока говорить нельзя все же? Рановато? Я допускаю, что могут быть какие-то факторы, которые мне не видны. К сожалению, наше правительство приняло решение, ну, в такой ситуации секретности, где те документы, на основе которых оно приняло решение, то есть, какие-то за и против, они засекречены, они мне не видны. То есть, поэтому мне этот расклад не ясен. То есть, тут чисто с точки зрения логиков, я задаю вопрос о целесообразности проведения чемпионата без зрителей. И, наверное, то, что документы засекречены, скорее всего, указывает на то, что, ну, если бы у самого правительства были хорошие карты, что показать, наверное, оно бы их показало. Если оно карты скрывает, значит, и карты не очень хорошие. Но Международная хоккейная федерация ведь также будет носить свою лепту финансовую, в том числе, и в большей степени, насколько я понимаю, все-таки она вносится в отличие от государственных затрат. Ну да, это также было логично, потому как, если я не ошибаюсь, например, доходы от транслирования по телевидению, они, если я правильно помню, остаются именно с Международной хоккейной федерацией, а не для страны. Поэтому то, что она вносит в свою лепту, это логично. Но все вопрос, насколько. То есть если это стоит по ценам самой хоккейной федерации, если это стоит 14 миллионов евро, ну, если хоккейная федерация покрывает 100%, хорошо. Но, с того как я понимаю, это не так. И минимум, как минимум 3 миллиона, возможно, больше, тратит латвийское правительство. То есть здесь уместен вопрос, окупится ли это, то есть какие выгоды. Ну, а если с репутационной точки зрения, вот вы написали пост в Фейсбуке, который озаглавили, что такой хоккей нам не нужен, известной фразой, нужен ли нам такой хоккей. С репутационной точки зрения, с точки зрения имиджа Латвии, нужен ли нам этот хоккей? Времена в том, что является такой наиболее актуальный гон международным соревнованиям на данный момент. Это тот, скажем, все сравнивают графики, у кого заболело больше, у кого смертность выше, у кого вакцинации темпы больше. Латвия выглядит весьма плохо. То есть с портфелем вакцин Латвия приняла, очевидно, не самое лучшее решение. Сам новый министр здравоохранения назвал это большой стратегической ошибкой, принятое решение. То есть вполне возможен сценарий, где, ну вот представьте, у нас конец мая, когда будет чемпионат, и, возможно, во многих странах мира, к этому времени, если вакцинация будет достаточно быстрой, то уже будут отменены многие ограничения. Возможно, люди уже смогут ходить, посещать спортивные мероприятия, ходить в кино и так далее. И представьте себе, что в Латвии к этому моменту ситуация из-за недостаточных темпов вакцинации будет все еще настолько серьезна, что большинство ограничений все еще будут в силе. В таком случае, представьте, что люди, которые будут смотреть на это и знать, что они у себя дома, у себя в стране, они уже могут посещать спортивные события. А в Латвии это все происходит без зрителей. То есть на всю, на весь мир в таком случае будет транслирована история страны, которая не очень хорошо справилась с пандемией. То есть в этом любая публичность, она объеду острой меч. Если мы как страны уверены в том, что мы покажем хорошие результаты, что нам есть, что будет показать в мае всему миру, это, конечно же, нужно делать. Но если мы подозреваем, что, скорее всего, это будет нечто обратное, то здесь я бы еще раз 7 раз бы отмерил и лишь потом отрезал. Вот наши зрители также задавали вам вопросы. И в целом сейчас это очень обсуждаемо по поводу вакцины в контексте того, что Латвия стала единственной хозяйкой чемпионата мира по хоккею. Может ли наш премьер-министр, например, запросить дополнительные дозы вакцин в контексте этого? Я уже был готов, что вы спросите вакцины «Спутник». Видели, я думаю, что запросить-то они запросили давно, но в отношении тех вакцин, которые утверждены в Европейском Союзе, я боюсь, что даже сама Европа как таковая уже запрашивает в таких очень громких тонах. И даже грозится в отношении определенных компаний ввести экспортные эмбарго, так как эти вакцины производятся в Европе. Так что боюсь, что здесь сейчас просто попросить это уже не работает. Слишком много кто просит на количество вакцин, которые есть. А что касается «Спутника», ведь оценка главного инфектолога Минздрава, что все выглядит хорошо у «Спутника», и это новая риторика официальных должностных лиц Латвии. Мы видим, что она меняется в отношении российской вакцины. Могут закупить? Я пока не видел никаких, я думаю, даже странно говорить об изменениях, я думаю, что я не слышал никакой риторики со стороны латвистых должностных лиц в отношении российской вакцины. То есть, с их точки зрения, ее как будто нет. Угодубец, главный инфектолог Минздрава, об этом сказал. Он, в частности, написал твит, в котором отметил, что все выглядит неплохо у российской вакцины после публикации в британском журнале «Лансетт». Понимаю, о чем вы. Он написал твит, в котором он сослался на последнюю статью в престижном журнале «Лансетт» о том, что российская вакцина показала очень хорошие результаты по клиническим исследованиям. Здесь, видите, для наших должностных лиц решение о том, какие вакцины принимаются или не принимаются на территории Европы, они принимаются централизованно европейским агентством по по медицине. Я не помню точного названия. – Лекарства. – Лекарства, да. Поэтому здесь я могу ошибаться, но я не уверен, что Латвия может в индивидуальном порядке, даже если бы она хотела, принять решение о том, что она принимает. Но я могу ошибаться. Я могу ошибаться. Но даже если я в этом ошибаюсь, я думаю, что я вряд ли ошибаюсь в том, что наши должностные лица сегодняшней политики вряд ли пойдут на такой шаг, на такую, скажем, самостоятельную игру. Я думаю, что они будут ждать акцепта Европы. Даст ли Европа акцепт спутнику? Ну, хороший вопрос. Давайте посмотрим. – Ну что ж, спасибо вам. Вячеслав Домбровский, экс-министр экономики, экс-министр образования и науки, был с нами на прямой связи из Риги, Латвия. Спасибо вам. Спасибо.